Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами поговорим о еще одном DIY Zigbee датчике. Герой обзора предназначен для измерения уровня CO2, ведь в любом закрытом помещении, где находятся люди, уровень CO2 неизбежно растет, а превышение его допустимого уровня шревато плохими последствиями. Воздух считается чистым, когда содержание CO2 в нем менее 500 частей на миллион ppm. Если это содержание находится в пределах от 500 до 1000, то воздух считается нормальным. Свыше 1000 желательно проверить и желательно не превышать этот уровень выше 1400 частей на миллион. Но я не буду вас утомлять общеизвестными фактами, давайте перейдем к герою обзора. Ко мне попало два варианта исполнения одного и того же датчика. Автором проекта является Григорий, известный многим энтузиастам умного дома по проекту SLS шлюза. Отличие в этих датчиках – тип используемого сенсора CO2 и реализация разъема USB для подключения питания. Управление реализовано на модуле E18-MS1PA1PCB на базе ZigBee чипа CC2530. Он часто применяется в такого рода проектах и хорошо себя зарекомендовал. Первый датчик с внешним USB разъемом тип А собран на базе бюджетного сенсора MHZ19B. Его невысокая стоимость в районе 16 долларов, я имею ввиду только сенсор CO2. Привлекает к нему внимание авторов многих различных проектов. Второй датчик с разъемом microUSB. Собран на более дорогом, порядка 25 долларов, датчик SNCR-S8. Кто хочет подробнее ознакомиться с их характеристиками, ссылки на даташит в описании под видео. Под эти датчики существуют модели корпусов. Ссылку на один из вариантов я оставлю в описании под видео. А на этом слайде распечатанный корпус для модели с microUSB. Датчик может работать с ZigBee 2MQTT. Я использовал стик CC2531 с прошивкой на Z-Stack3. Прямой поддержки устройства нет. Но его можно добавить при помощи внешнего конвертера, благо он уже создан и протестирован. Больше информации в этой статье на спрут хабе, ссылка в описании. Я использовал готовый код отсюда, ссылка тоже в описании. Конвертер включает себя и данные для опции Auto Discovery в Home Assistant. Создание конвертера очень простое. В папке интеграции, в нее легко попасть в сети, если установлена самба, путь к ней на экране. Создаем текстовый файл. Называем его IRQ-MON-JS. При помощи любого текстового редактора вставляем в него код внешнего конвертера. Сохраняем изменения. Видите, что этот файл находится в той же самой папке, что и базовый устройств Database DB и файл описания Devices YAML. На момент записи этого видео, базовая версия ZigBee 2MQTT 1.14.4 еще не поддерживала внешних конвертеров, я использовал версию для разработчиков. Тут уже есть пустая опция External Converters. Вместо пустых скобок указываем имя файла с кодом конвертера. Сохраняем конфиг и перезагружаем аддон. После этого запускаем режим добавления новых устройств и подаем питание на датчик. Если его нужно сбросить, то три раза включаем и выключаем его с задержкой в одну-две секунды. После этого устройство появится в системе. Благодаря стационарному питанию оно является роутером для ZigBee сети. В Home Assistant пробрасывается три объекта. Сенсоры CO2, температура и качество связи. Температура видимо самого модуля, так как показания довольно высокие. При использовании SLS шлюза никаких телодвижений не надо, что логично, так как прошивки для него создает тот же автор. Переводим шлюз в режиме сопряжения и подаем питание на датчик. Датчик на карте сети. Со временем на него могут переподключиться другие устройства, так как он является роутером. Возникает вопрос, как же протестировать два датчика, чтобы понять показания какого более точны. Для этого логично использовать третий датчик как эталонный. И для этих целей у меня есть заводское устройство Cleargrass CGS1 для умного дома Xiaomi, ссылка на его обзор в описании. В нем установлен высокоточный сенсор Sensirion SCD30, который сам по себе стоит более 50 долларов. Он оснащен эталонной камерой для автокалибровки и с его показаниями я буду сравнивать героев обзора. Все три устройства я поместил рядом друг с другом в жилой комнате. Тест проводился трое суток. Я периодически то закрывал все окна на несколько часов, то наоборот активно проветривал. Важное замечание, для того чтобы сенсоры MHZ19B и Sensirion SCR давали корректные показания, их нужно вначале поместить в место с максимально чистым воздухом для автокалибровки. Если их показания в этом случае все равно явно завышены более 500 ppm, то нужно оставить их на этом месте на длительный срок до суток. Перед тестом оба датчика были откалиброваны по этому принципу на свежем воздухе. Для наглядности я свел показания в три графика отображения истории 72 часа. Что удалось выяснить? Sensirion SCD30 и Sensir-S8 во всех случаях давали очень близкие, в пределах пары процентов, а порой совершенно идентичные показания. Иногда при резких изменениях, например при создании сквозняка при проветривании, показания Sensir-S8 чуть запаздывали, но очень быстро выравнивались с SCD30. Самый бюджетный сенсор MHZ19 склонен занижать показания, но при значениях выше 500 ppm. Когда помещение проветрено, данные всех трех датчиков очень близки, в тесте есть даже скриншот, где все показали одно и то же значение. Но при насыщении углекислым газом он отстает на 100, 150, а то и 200 единиц. При этом реакция всех датчиков, как видно по форме графика, совпадает. Все они в одно и то же время реагируют на изменение качества воздуха, но в данном случае показания MHZ19b ниже реальных. Использовать его можно, но понимать, что надо проветривать не от показаний скажем в 1000 ppm, а от примерно 800-850. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары для умного дома, вы можете найти в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!